Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут доктор София Роттермель. Я приветствую вас сегодня снова в очередном видео из цикла «Психиатрический ликбез» или простыми словами о сложных психиатрических заболеваниях. И сегодня мы с вами разбираем генерализованное тревожное расстройство. Если вам интересно, оставайтесь на канале. Что же такое генерализованное тревожное расстройство? Это расстройство из ряда тревожных расстройств, которые характеризуются постоянной тревожностью, но при этом тревожность не достигает пика панических атак. О панических атаках мы с вами говорили в одном из прошлых видео. Это чрезмерная тревожность. Что значит чрезмерная? Это чрезмерная по времени и по своей интенсивности. Объект этой тревожности может постоянно меняться в зависимости от меняющихся жизненных обстоятельств. Например, если человек летит в отпуск, он беспокоится об отпуске. Если заболел ребенок, беспокоится о ребенке. Конечно, все мы беспокоимся так или иначе, но в данном случае эта тревожность занимает у человека все его время жизни. У обычного человека тоже есть поводы беспокоиться, но проводит он в этих тревогах не более 18% времени в день. А человек с генерализованным тревожным расстройством тревожится и до 60% в день. Почему же люди не бегут сразу к врачу? Да потому что поводы для беспокойства совершенно реальные. Люди воспринимают их как совершенно естественные и логичные. И родственники тоже воспринимают это как в порядке вещей, что просто человек такой беспокойный, как черта его личности. Как же проявляется генерализованное тревожное расстройство? Конечно, это все признаки некой базальной тревожности, когда уровень гормонов тревожности просто постоянно повышен. То есть у человека присутствует тревога, вот это ощущение постоянно, что что-то должно произойти. Кроме того, конечно же, нарушение сна. Попробуйте заснуть, когда вы о чем-то сильно волнуетесь. Это также может быть сердцебиение, это могут быть любые телесные проявления. Также, конечно, это может быть и нарушение аппетита, нарушение концентрации, нарушение вообще сосредотачивания на каком-то другом предмете. Это быстрая утомляемость, мышечное напряжение, это очень сильная раздражительность. То есть некий базальный уровень тревожности. И вы можете себе представить, человек все время в этом состоянии, как натянутая струна. Неудивительно, что появляются многие телесные симптомы, которые уже вторично люди воспринимают как симптомы некого серьезного физического заболевания. Как же отличить физические симптомы все-таки обусловлены психикой или это заболевание физическое? Если вы отвлекаетесь и занимаетесь чем-то другим, и ваши физические симптомы уменьшаются, то, скорее всего, это обусловлено именно психикой. Можно ли сказать, что люди с генерализованным тревожным расстройством имеют определенный склад психики? На самом деле надо различать, был ли человек таким всегда или произошло какое-то событие в жизни, после которого человек начал становиться таким. Я здесь не зря говорю начал становиться, потому что все-таки генерализованное тревожное расстройство это постепенный процесс. Это не то, что развивается сегодня на завтра. Вот если человек был таким всегда, то здесь надо задуматься об определенном типе личности или расстройстве личности. Есть, например, тревожно избегающее расстройство личности. Мы его тоже рассматривали в одном из видео, и это действительно сам склад характера, то есть это некая неотъемлемая черта этого человека. Но есть совершенно другая ситуация, когда человек начал меняться уже в таком более зрелом возрасте, потому что, например, генерализованное тревожное расстройство чаще встречается у пожилых людей, и со временем, с возрастом оно даже нарастает. При генерализованном тревожном расстройстве выделяются некие неправильные установки о себе и о мире. То есть, например, установка о том, что мир это некое опасное место, где постоянно происходят различные несчастья, где все непредсказуемо. Если избегать опасных ситуаций, то я буду в большей безопасности, то есть развивается уже такая тактика избегания. И третья неправильная установка о том, что все какие-то неизвестные новые вещи рассматриваются как нечто негативное. То есть это низкая толерантность к неизвестности. То есть здесь любое изменение в жизни рассматривается как нечто негативное. Например, поездка в отпуск, даже если люди знают, что они едут в отпуск, и это хорошее место, какое-то новое место. Это может быть смена работы, хотя люди знают, что работу они меняют на лучшую, на большую зарплату, например, на лучший коллектив. Все равно любая новая ситуация воспринимается как негативная. И еще одна неправильная когнитивная установка это постоянная так называемая боевая готовность. То есть готовность выхватить из окружающей среды любые знаки опасности. То есть вот человек как бы фильтрует информацию обо всем, что может быть негативно, обо всем, что может быть опасно, и пропускает мимо информацию позитивную, которая может действовать на него успокаивающе. Так почему же наша психика воспринимает эти заботы как нечто позитивное? На самом деле, если спросить людей, то многие формулируют это именно так, что заботы помогают мне избегать опасности. Заботы помогают мне не разочаровываться. Заботы защищают меня и моих близких. Заботы помогают мне находить лучшее решение и готовиться к негативным событиям в моей жизни, чтобы они не были для меня неожиданностью. Заботы даже помогают избегать негативных событий. То есть все эти негативные убеждения, конечно, и человек все время думает, что если он заботится постоянно о своем будущем, то он делает это будущее лучше. На самом деле, примерно один процент наших тревог и переживаний о будущем сбывается и то, не в том масштабе, конечно же, в каком рисует наше воображение. При этом вы, конечно, спросите, чем отличается планирование будущего от тревожности, потому что мы же говорим, что будущее нужно как-то планировать. Нужно заранее знать, куда я поеду в следующем году, например, в какой институт я поступлю и так далее, какая будет работа, как будет с семьей. Да, но планирование отличается отсутствием вот этого негативного эмоционального компонента. Нужно ли при генерализованном тревожном расстройстве что-то убирать или наоборот учиться чему-то новому? Вот это как раз та вещь, то такое заболевание, скажем так, когда нужно учиться новым стратегиям, потому что все-таки вот такие вот реакции, постоянно мысленная жвачка и переживания о будущем это недостаток стратегий переработки информации. Поэтому считается, что нужно учиться новым способом, новым методом. При генерализованном тревожном расстройстве информация обрабатывается в основном когнитивно на уровне мысли, а нам нужно, чтобы эта информация прорабатывалась визуально, зрительно, в нашем воображении и эмоционально. И вот как раз это и есть те дефициты, которыми страдают люди с генерализованным тревожным расстройством, потому что выстраиваются цепочки мыслей, но эти мысли не имеют эмоциональной проработки. И поэтому основной метод проработки генерализованного тревожного расстройства это запись всех ситуаций, которых вы боитесь в будущем. Из каждой ситуации вы создаете такой образ воображения, такой сценарий, где все развивается худшим образом. Вы утрируете, вы сами находитесь внутри этого сценария, не как посторонний наблюдатель, а чувствуете его до мельчайших деталей, задействуя все органы чувств. И только в этом случае вы можете прожить эмоционально этот страх и постепенно от него избавиться. Причем речь идет действительно о том, что эти упражнения нужно делать постоянно, каждый день, вплоть до того, что в Германии, например, пациенты записывают все эти страхи на диктофон, на аудио и потом многократно слушают. Конечно, жить без тревоги нельзя. И это утопия, что кто-то избавит вас полностью от тревожности или от страхов. Но вы можете контролировать, вы можете понять механизм, почему ваши тревоги возникли. И не допускать того, чтобы эти тревоги занимали все ваше воображение, все ваши мысли на протяжении дня. И у вас уже есть некие стратегии справляться с этой тревожностью. Другое дело, что эти стратегии не совсем продуктивны и надо просто выучить новые методы к этому, к тому, что уже есть. Так почему же ваши попытки самостоятельно справиться с генерализованным тревожным расстройством до сих пор не увенчались успехом? Есть несколько стратегий самых частых у людей. Например, это стратегия избегания. Вы не можете избегать всего в жизни. Это стратегия уверения себя в обратном. Она действует только кратко, потому что действует только на когнитивном уровне, не задействуя ваши эмоции. Отвлечение действует только кратковременно. Подавление мыслей приводит только к ограниченному по времени эффекту. И самолечение ведет к тому, что многие люди с такими тревожностями или паническими атаками начинают злоупотреблять, к сожалению, алкоголем или другими психоактивными веществами. То есть проблема такими кратковременными стратегиями не решается. Нужно подойти к проблеме совсем с другой стороны. Чтобы убрать корень этой проблемы, конечно, от страхов и тревожности вас никто не избавит. Это совершенно сомнительное обещание некоторых так называемых психотерапевтов, которые пишут, например, что избавлю от тревожности навсегда. Мы не можем человека избавить от физиологической реакции. Какой же метод терапии подойдет для лечения генерализованного тревожного расстройства? Чаще всего это сочетание медикаментов. Это могут быть антидепрессанты из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина или серотониной, норадреналина. Также, конечно, это психотерапия, где рассматриваются все ваши когнитивные установки, такие как черно-белое мышление, катастрофизация, чрезмерное обобщение и так далее. Сколько же может продолжаться лечение генерализованного тревожного расстройства? Обычно это несколько месяцев. То есть, это то время, когда организм адаптируется реагировать по-новому, когда вы применяете новые стратегии вашей повседневной жизни. При этом нужно понимать, что состояния тревожности могут возвращаться, и это совершенно нормально. То есть, часто бывает, что люди говорят, вот все было хорошо, и вот опять все вернулось. На самом деле, такие небольшие откаты, они даже нормальны, они естественны. Другое дело, что даже если когда-то в жизни после успешного лечения вернутся такие состояния и тревожность, вы уже будете знать, что делать. Вы будете вооружены новыми выученными тактиками поведения. Кроме того, часто обращаются люди, у которых идет какой-то сильный стресс в жизни. И вы понимаете, что в этом случае эффективность психотерапии ограничена, потому что если человек, например, находится под следствием и ожидает решения суда. Или у меня были случаи, когда обращаются люди, которые ждут решения по гражданству, по документам, оставят ли их в стране или депортируют. И, конечно, это повод потерять покой и сон, и это тоже нормально. Вылечить тревожность в этом состоянии, конечно, невозможно. Или человек, например, обследуется по подозрению на онкологическое заболевание, и мы не можем полностью убрать его тревожность. Как же лучше подготовиться для приема врача? При генерализованном тревожном расстройстве вы можете понаблюдать за собой, выписать такие ситуации. Кроме того, вы можете исключить органику, то есть посетить врача и сдать самые банальные исследования. Подходит ли генерализованное тревожное расстройство для лечения онлайн? Да, это как раз один из случаев, когда можно консультироваться онлайн у терапевта, потому что можно онлайн совершенно спокойно разобраться в вашей ситуации, посмотреть, какие ситуации, какие внешние факторы провоцируют вашу тревожность, какие ваши стратегии неэффективны, заменить эти стратегии на другие. И если вам нужна такая консультация, вы можете написать моему секретарю на электронную почту, которая сейчас здесь появится, и мы с вами подумаем, как лучше все-таки это организовать. А я надеюсь, что сегодняшнее видео было для вас полезно и интересно. Ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал. Я знаю, что многие смотрят, но не подписываются. Подписывайтесь, чтобы получать уведомления. И до следующего раза!